На встрече с ветеранами-активом Ленинского района, а также с представителями казачества региона, в центре внимания оказались проблемы дворовых территорий. Стихийные круглосуточные парковки под окнами, разбитый асфальт во дворе, отсутствие освещения – все это требует скорейшего решения. Аналогичные проблемы и в микрорайоне Юрьевец из-за наболевшего состояния дорог. Власти города заверяют, что на преддомовые территории из бюджетов города и области выделены большие средства. Ремонт этих дорог будет в скором времени завершен. Волнуют людей и качество оказания медицинских услуг. Жительница микрорайона Анастасия Кожуховская обратила внимание представителей власти на то, что медучреждения в Юрьевце, по ее мнению, не справляются с потоком пациентов. Находясь, например, в одном помещении, там и здоровые дети, и на прививочку детишек маленьких приводят, не разделяя все в одном помещении. Я считаю, конечно, это ненормально и, наверное, не соответствует определенным санитарным и педагогическим нормам. Я, конечно, в этом не специалист, но как просто здравомыслящий человек и мама, я понимаю, что это большой вопрос, который требует такого же большого внимания в его решении. Жалуются жители и на дефицит врачей. В первую очередь пожилые люди нуждаются в офтальмологе. Как сообщила на встрече замдиректора департамента здравоохранения Елена Овчинникова, специалиста уже удалось найти. К сожалению, пока два раза в неделю, но мы будем искать. Мы будем специально учить детей, но вот нашли офтальмолога, и он будет два раза в неделю. Поэтому говорить о том, что что-то не делается, не будет хватать, но будем работать. Владимир Киселев добавил, что проблема нехватки специалистов остро стоит во многих регионах страны, но в нашей области ведется активная работа. Только за последние три года удалось значительно сократить дефицит специалистов. В целом же председатель законодательного собрания поблагодарил горожан за активный диалог, острые вопросы и понимание. Очень важно, что мы такие приемы, такие встречи сегодня проводим, потому что они нам важны с той точки зрения, что жители могут до власти напрямую, до председателя законодательного собрания, до губернатора, донести свои чаяния, свои проблемы. И мы уже принимаем соответствующие решения. Нам тоже это очень полезно, потому что мы знаем, чем сегодня живет наши граждане, какие вопросы их волнуют, что, какие недостатки в организации работ органов местного самоуправления. Все обозначенные проблемы, по словам спикера ЗС, тщательно отрабатываются и по каждым жителям получат ответы. Часть вопросов уже удалось решить, остальное на контроле.